Десять ошибок, которые мы совершаем при умывании лица Мы относимся к своему лицу бережно, поэтому умываемся каждый день, а иногда и по несколько раз на дню. Но возможно ли, что лицо после умывания стало даже грязнее, чем до него? Да, а что еще хуже, некоторые наши уходовые привычки могут даже навредить. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, каких ошибок нужно избегать при умывании и как их исправить. А пока подпишитесь на наш канал и нажмите на звоночек оповещений, чтобы присоединиться к Эдми. Номер десять. Вы используете косметические продукты, не предназначенные для вашего типа кожи. При уходе за лицом первое, что вам нужно знать, какой у вас тип кожи. Кожа бывает нормальная, сухая, жирная, комбинированная и чувствительная. Это очень важно, так как в противном случае вы можете только навредить себе. Например, если у вас сухая кожа. Но вы используете средства для жирной, такой подход приведет к еще большей сухости. И наоборот, косметические средства для сухой кожи не смогут снизить активность сальных желез, что необходимо для жирной кожи. Поэтому люди с жирной кожей не смогут добиться нужного им эффекта, если пользуются средством, не предназначенным для их типа кожи. Вам нужно внимательно читать надписи на упаковках и выбирать ту косметику, которая подходит именно вашей коже. Номер девять. Вы не моете руки перед умыванием. Зачастую мы начинаем наше умывание с того, что наносим воду на лицо. Конечно же, с помощью рук. Но проблема заключается в том, что там находится куча бактерий, которые затем проникают в кожу лица через поры. Подумайте сами, чего вы только не касаетесь в течение дня. Дверные ручки, выключатели, деньги, клавиатуры, экран телефона. Этот список можно продолжать бесконечно. Поэтому неудивительно, что на наших руках находятся миллионы бактерий двухсот различных видов. И если вы не хотите, чтобы все эти микробы оказались у вас на лице, тщательно мойте руки с мылом перед умыванием. Номер восемь. Вы умываетесь водой неправильной температуры. Руки можно мыть водой любой температуры, по вашему усмотрению. Но когда дело доходит до нежной кожи лица, то лучше всего умывать ее водой комнатной температуры. Существует распространенное мнение, что лицо нужно умывать горячей водой, потому что так лучше открываются поры, и их проще очистить от загрязнений. Однако в действительности все, что вам достанется, это красные пятна и раздражение. Это также может привести к разрыву капилляров, оставляя на вашем лице некрасивые красные звездочки. Горячая вода также нарушает защитный поверхностный слой кожи, делая ее более уязвимой для внешнего воздействия. Но не стоит впадать в крайности и умываться ледяной водой. Холодная вода не сможет очистить вашу кожу от грязи, накопившейся за день. Перед умыванием макияж нужно снять с помощью мицеллярной воды и ватного диска. На снятие макияжа с глаз нужно потратить хотя бы 20 секунд, но не переусердствуйте, потому что кожа вокруг глаз очень нежная и может растянуться. Затем возьмите пенку или гель для умывания и с помощью подушечек пальцев аккуратно нанесите средство на лицо круговыми движениями. И смойте водой комнатной температуры. Это улучшит кровообращение, а кожа дольше сохранит молодой и здоровый вид. Номер 6. Вы слишком часто используете скраб. Нам всем хочется иметь чистую кожу, мягкую, как у младенца. И как нам кажется, лучше всего этого добиться можно с помощью скраба. Но при очищении кожи скраб приносит больше вреда, чем пользы. Ваше лицо – это не поверхность плиты, которую нужно драить до блеска. Наша кожа – очень умный орган, и она сама прекрасно справляется, сбрасывая примерно 35 тысяч отмерших клеток в час. Слишком частое скрабирование приводит к раздражению, воспалению и даже преждевременному старению. Еще одна проблема со скрабом заключается в том, что он снимает защитный слой кожи, а от этого она становится более жирной. Если у вас смешанный тип с жирными и сухими участками, лучше всего использовать пилинги двойного действия, которые удаляют отмершие клетки с помощью механического воздействия и кислот. Делайте пилинг два-три раза в неделю, если у вас нормальная или комбинированная кожа, и один раз в неделю, если ваша кожа сухая или чувствительная. Номер пять. Вы вытираете лицо полотенцем. Подождите, что? А чем еще можно вытирать лицо? Не торопитесь с выводами. Просто представьте, сколько бактерий собирается в вашей ванной. А эти зловредные микробы испытывают особую слабость к влажным поверхностям, например, к вашему полотенцу. Поэтому даже если у вас есть специальное полотенце для лица, вам стоит перестать вытирать им лицо. Во-первых, ткань может быть слишком грубой для нежной кожи. А во-вторых, на нем остаются бактерии, из-за которых лицо станет еще грязнее, чем до умывания. Вместо полотенца используйте салфетки, бумажные полотенца или даже туалетную бумагу. Да, вы не ослышались. Главное, чтобы она была мягкой, а не толстой и грубой, как газета. Дело в том, что в отличие от махрового полотенца, она сухая и чистая. Вам нужно вытирать лицо той стороной бумажной ленты, которая смотрит внутрь рулона. И, кстати, если вы умываетесь дома, а скорее всего именно там вы это и делаете, не забывайте закрывать крышку унитаза перед тем, как нажать на смыв, чтобы бактерии из унитаза не разлетались по ванной комнате. Но если вам пришлось умываться в общественном туалете, оторвите свисающую часть бумажной ленты и используйте ту бумагу или полотенца, что находились внутри диспенсера. Номер 4. Вы используете спиртовой тоник. Теперь, когда ваше лицо чистое и сухое, настала пора для тоника. Очень важно выбрать тоник без содержания спирта, подходящий для вашего типа кожи. Дело в том, что спиртовые тоники обезвоживают кожу и могут вызвать раздражение. Даже если у вас жирная кожа, не стоит использовать такой тоник. Да, спирт подсушивает кожу, но он не делает ее менее жирной. На самом деле, ваша кожа ответит на излишнюю сухость выделением еще большего количества кожного сала. Номер 3. Вы не используете увлажняющую сыворотку. После того, как вы протерли лицо тоником, не теряйте времени и тут же переходите к следующей стадии ухода за кожей – увлажнению. Но перед тем, как наносить свой любимый крем или лосьон, используйте сыворотку, разработанную специально для вашего типа кожи. Сыворотка – это волшебное средство для здоровья вашей кожи. А все потому, что в ней содержатся активные компоненты. Благодаря своей жидкой текстуре эти компоненты и все полезные вещества проникают внутрь кожи. И вы можете распрощаться с такими проблемами, как преждевременное старение, покраснение, обезвоживание и даже акне. Номер 2. Вы не наносите солнцезащитные средства. К вечеру ваша кожа может чувствовать себя так, словно она пробежала марафон, и ей срочно требуется отдых. В таком случае что может быть лучше, чем увлажняющий крем? Вы можете использовать увлажняющий крем с SPF-защитой или просто солнцезащитный крем. Что бы вы ни предпочли, кожу обязательно нужно защищать от воздействия ультрафиолетовых лучей. И если вас не пугают такие проблемы, как преждевременное старение и гиперпигментация, то риск заболеть раком кожи точно должен. Ваша кожа подвергается влиянию ультрафиолетовых лучей даже в пасмурный день, поэтому всегда наносите солнцезащитные средства. Номер 1. Вы не обращаете внимания на состав косметического средства. При выборе увлажняющего средства вам нужно избегать кремов, в чьем составе есть масло. Также лучше всего выбирать некомедогенный крем. Это значит, что он не будет забивать вам поры. Также стоит выбирать крема, в чей состав входят такие антиоксиданты, как зеленый чай, ромашка, гранат и корень солодки. Они очень полезны для кожи. Если у вас чувствительная кожа, то используйте гипоаллергенные косметические средства, в которых менее 10 ингредиентов и нет парфюмерных отдушек. Если у вас сухая кожа, выбирайте крема с гиалуроновой кислотой и диметиконом, а также с глицерином, гликолем, белками, ланолином, минеральным маслом и вазелином. Теперь, когда ваше лицо очищено, увлажнено и защищено, вы наверняка чувствуете себя на миллион долларов. Также необходимо помнить, что для полного обновления кожи требуется 28 дней. Поэтому, если вы только сегодня начали следовать этим советам, не ждите мгновенных результатов. Также, если вы хотите, чтобы ваша кожа сияла здоровьем и красотой, пейте больше воды и ешьте полезную еду. Для начала сократите потребление сахара, натрия и жареного. А как вы ухаживаете за своей кожей? Поделитесь своими советами в комментариях. Не забудьте поставить этому видео лайк и поделиться им с друзьями. Подпишитесь на наш канал и присоединяйтесь к Эдми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!